Доброе утро! Доброе утро! Сегодня четверг, 23 апреля. Весна уверенно занимает свои позиции и радует нас солнышком и теплом. И все же держит нас в тонусе, посылая нам циклоны, с которыми мы доблестно справляемся. Но еще бы мы не справились с ними, сидим уже дома 25-й день, и стены нас берегут. Илья, вчера у тебя был первый эфир онлайн. Ты волновался? Если да, то как справлялся со своим волнением? Безусловно, безусловно волновался. И внимательный зритель мог бы заметить, что вот в той камере, которая у тебя за левым плечом, в объективе отражалась, как я в ногах четкие перебираю для того, чтобы волнение как-то успокоить. Поэтому рекомендую. Ясно. Лиана, а ты шеф-редактор нашего утра. Скажи, как справляешься с рабочими косяками? В нашем утре не бывает рабочих косяков, поэтому мне с ними не надо справляться. Шу-шу, конечно, бывает. Но моя задача не выдерживать, а предотвращать эти косяки. И тут в дело идет все. Манипуляции, звонки, раздражения и вот. Рукоприкладство. Рукоприкладство. Я просто выбираю жертву, звоню, порчу кому-нибудь настроение и так добиваюсь своей цели. Саша, я восхищаюсь твоим спокойствием. Расскажи, пожалуйста, в чем твой секрет. Поделись. Никакого секрета нет. Просто не бери звонки от Лианы и все, день отлично пройдет. Саша, я-то думала, ты просто был вне зоны. Хорошо. И я вне ее. Да, 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 да. Диана. Вы что, все так делаете? Да. Так, мы поговорим потом. Потом, после эфира. Диана, расскажи, пожалуйста, а что тебе помогает справиться с трудностями? Что-то мистическое или реалистическое? Ну, я бы сказала, полумистическое, полуреалистическое. Я в любой непонятной ситуации иду спать. А пока сплю, у меня в голове, как у Менделеева, созревает гениальное решение. Ну, а если на сон нет времени, то что? Паникую, бью себя по щекам, кричу, соберись, тряпка. Вот так. Отличный спортер. Ваня, а как ты думаешь, с трудностями нужно справляться, в смысле бороться, или с ними нужно смириться? Я думаю, что с ними нужно договориться. Вот. Это мой ответ. Все. Отлично. Ну что ж, мои коллеги поделились своими секретами того, как они справляются с трудностями. Мы раскрыли секреты их непоколебимой выдержки и спокойствия. Так что можно брать на заметку и двигаться дальше. А дальше у нас вот что. Школьники, туристы и рыбаки-прибрежники. Новости для настоящих мурманчан. Пять минут зарядки или картины на самоизоляции. Люди и увлечения. Порядок в доме, порядок в голове. Избавляемся от ненужных вещей и превращаем коробку из-под обуви в органайзер. А все о фестивале науки, кстати, от первого лица. Гости студии Егор Банишевский и Мария Гущина. Трудности показывают силу характера. А вот погода показывает, что у нас в шкафу. Например, у меня одни кроссовки и ни одной пары резиновых сапог. Самое время, кстати, узнать прогноз погоды. Ваня. Друзья, когда вы в очередной раз перестаете верить синоптикам, обратитесь к народным приметам. Итак, на что полагались наши предки, чтобы узнать прогноз погоды? Я нашел самые реальные приметы. Они реально существуют. Если положить на ночь под подушку три лавровых листа, а если с утра они останутся на месте, день будет теплым. А если уйдет? Если сосульки... Так, подождите. Это no comments идет. Это народные приметы. Если сосульки полые, весна не торопится. Как узнать, что они полые? Я говорю, no comments. Это уже каждый сам решает. Это народные приметы. И последняя примета. А если мокро сверху, а снизу холодно, жди потепление. Мокро сверху, это в смысле потолки протекают? Наши приметы сами решали, как это значит. Отлично. У меня как раз из дома выглядывают... Ой, на ветках есть сосульки. Я сегодня проверю, полые они или нет. И посмотрим, что принесет нам новый день. Кстати говоря, новый день всегда несет новые события. И хоть все и сидят по домам, а в мире все равно что-то происходит. А что мы узнаем от Лиана Мхитарян? У нас, ребята, первая круглая дата. Число заболевших коронавирусом в Мурманской области превысило пять сотен. Вы только не грустите, пожалуйста. Но это только значит, что мы правильно поступаем, соблюдая что? Самоизоляцию. Поэтому сегодня только актуальные заполярные новости. Поехали. Годовые оценки школьника Мурманской области выставят в середине мая. Правда, учиться они будут до конца месяца, до самого начала каникул. Учитесь, ребятки, а то вместо нефтегаза поступите на журфак, а там и до нашего утра недалеко. Ну, я шучу, конечно, на самом деле у нас очень строгие картины. Спасибо. Далее, танцуют рыбаки-прибрешники. Для них в Мурманской области введены послабления. Можно выходить в море. По согласованию с администрацией, если вы себя хорошо чувствуете, нет жалоб и признаков простуды. Кстати, наш монтажер Володя – помор и рыбак. И если он завтра не выйдет на дежурство, то мы знаем, где его искать. В море. Например, в Териберке появилась бесплатная интерактивная карта этого легендарного села. На карте есть все – достопримечательности, бухты, заливы, сопки, гостиницы, смотровые площадки. Карту можно загрузить на смартфон с помощью бесплатного приложения Carry Map и использовать без подключения к интернету. Еще одна радость для туристов – скоро в свет выйдет путеводитель по Мурманской области для Bird Watchеров. Кто знает, что это такое? Ну-ка. Я – это свидетельство. Да, это свидетельство. О, какие умницы! Правильно, правильно, правильно – это наблюдение за птицами. В книге «Арктика окрыляет» автор описывает, по каким орнитологическим маршрутам можно погулять за полялью и наблюдать за птицами. Это побережье Баренцево море, тайга на юге полуострова, берега реки Паной, устье Белого моря, долина реки Пас. К чему я подвожу, друзья? Что чем лучше мы будем себя вести, тем быстрее вернемся к прежней жизни. А там и рыбалка, и птички, и встречи оффлайн, по которым мы с вами очень соскучились. Диана, скажи, а какие события из последних новостей тебя зацепили больше всего? Вот прям ты прочла, и как зацепили? Ну, меня в последнее время цепляют новости о том, что дикие животные выходят на улицу. То там где-то видели слона, то в Австралии кенгуру ходят по улице спокойно, то у нас медведи выходят. Я думаю, а что будет уже к концу самоизоляции? Животные займут, и, может быть, все магазины, рестораны, и у нас такой Зверополис здесь появится. Очень интересно. Ясно. Илья, слушай, а ты испытываешь эмоции, когда читаешь новости? Или так, прочитал, глазами пробежал и забыл? Безусловно. Чаще всего я испытываю эмоции, когда вот новость про человеческую глупость. Вот яркий пример про Барри Алибасова. Я чуть доместосом не подавился, когда узнал, что он крот выпил. Это просто шок. Что за жесть. Это жесть, это реальная жизнь, Юля. Мы продолжаем утренние шутки, беседы и обсуждение интересных тем. Диана, какой темой для разговора можно покорить твое сердце? Ну я, темой для разговора, это вот вопрос сложный, но я знаю, что меня точно может покорить человек, у которого есть запасы гречки, туалетной бумаги, а если в холодильнике еще имбирь с лимонами завалялся, так это все. А проект продленка на удаленке от телекомпании ТВ-21 продолжает покорять сердцам бурманских детей. И уже сегодня в 15 часов в группе ВКонтакте ТВ-21 вас будет ожидать Илья Иванов, который познакомит с искусством жонглирования. Не пропустите! А мы двигаемся ровно по курсу, и вот что нас ожидает. Как покорить дикий запад, не выходя из дома, расскажет Илья Курлучан. Начинаем день с уборки, расхламляем шкаф по методу Мариконда и мастерим органайзер своими руками. Театр у плиты, артисты и новый онлайн-проект. Баттлы блогеров, креативные завтраки, дни уроки. Фестиваль науки в Бурманске. Отвлечься от сидения дома вообще реально ли? Если да, то каким образом, расскажет Илья Курлучан. Илья, скорее удиви нас. О, разумеется, я буду рассказывать о играх, ведь они ничто лучше так не отвлекают, как они. Так как новые, действительно хорошие игры выходят довольно нечасто, сегодня я предлагаю вспомнить Skyrim, пятую часть известной серии игр The Elder Scrolls. Тем, кому пришлась эта игра по вкусу, предлагаю познакомиться с дополнением, которое вышло в конце прошлого года и осталось немного незамеченным. Enderal Forgotten Stories. Несмотря на то, что это дополнение неофициальное, тем не менее, игра полностью была переработана, система прокачки. Каждое очко навыка нужно распределять с умом, а не просто избивать встретившихся на пути монстров и ждать, когда все произойдет само собой. Увлекательная сюжетная линия не только поведает новую историю из целой вселенной, но и заставит поразмышлять на философские темы жизненного выбора, предназначения в этом мире и правильности поступков. Приключения на просторах Дикого Запада может показать игра Red Dead Redemption 2. На разработку ушло немало лет, и теперь оно доступно на ПК. Геймеру предлагают максимально открытый мир с большим количеством случайных событий и возможностей. Даже если вы не захотите выполнять квесты основной сюжетной линии, игра не даст вам заскучать, а наоборот выжмет все соки. Говорить о ней можно много, но лучше один раз попробовать. Приятной вам самоизоляции и всего хорошего. Спасибо, Илья. Отличный обзор. Живя в мире виртуальном, очень полезно возвращаться в мир реальный и, например, узнать, стоит ли покупать золото или лучше откладывать наличность прямиком в стеклянную баночку, которая осталась у вас от соленых огурчиков. Ваня, скажи, пожалуйста, что там с прогнозом валюты? Ждем с нетерпением. Ну, чтобы ваше настроение не падало как рубль, надо отвлечься на что-нибудь другое. Я, например, излазив в различные барахолки, нашел самые нелепые вещи, которые продают во время самоизоляции. Например, товарищи, вода, освещенная в храме Иордании, которая поможет от коронавируса. Она не для питья, а для утреннего омовения. Отдают бесплатно. Оплачивайте только доставку. Сказано в объявлении. Билеты в Иорданию. Да, билет в Иорданию. Идем дальше. Москвичи, внимание, это вообще креатив, предлагают приобрести детский противогаз, разработанный в Израиле. И цена на такую штуковину 12 тысяч рублей. О, боже. Доступно. Да, доступно, доступно. Ну и топчик сегодняшнего дня, топчик вообще, это товар, привезенный из Тибета. Пользователь написал, что это действенное средство и просит за 100 граммов 1900 рубликов. Вот так. Неплохо, неплохо. А средство от чего еще раз? От коронавируса. От чего же сейчас, может быть, средство? От чего, да? Как говорится, главное начать с себя. И я предлагаю отстать от своих домочадцев, заняться собой. Они уже как-то сами подтянутся. И, Диана, ты как считаешь? Ну, согласна со мной? Я с тобой согласна. Тем более, на дворе весна, пора обновления. Самое время затеять уборку и выбросить, наконец, весь хлам. Порядок в доме – это первая ступень на пути к порядку в голове. Японка Мари Кондо посвятила порядку всю свою жизнь. Именно она придумала метод магии. Суть проста. Нужно избавиться от всех вещей, которые вас не радуют. Например, от безвкусной вазы, подаренной баюродной теткой на именины. Ну, а все остальное аккуратно сложить и рассортировать по коробкам, органайзерам или корзиночкам. Зачем сортировать? Потому что удобно, вещь легко найти и не нужно для этого переворачивать вверх дном все, что лежит в шкафу. Кстати, коробки для хранения можно смастерить из обычных обувных. Для этого понадобится ткань, клей ПВА, ножницы и ваши умелые ручки. Вот что из этого может получиться. А еще своими руками можно соорудить органайзер для носов. Берем листы фетра размером 30 на 30, складываем так, чтобы получились три равные части и разрезаем. Далее проклеиваем, как на видео, на первой детали три полоски клея, на второй две. И так чередуем, пока не закончится материал. Все очень и очень просто. У меня пока не дошли руки, но я обязательно сделаю такой органайзер, потому что реально удобно. Тем более у меня в шкафу после уборки по методу Мариконда освободилась куча места. Минус четыре пакета ненужных вещей. Вот так. Отлично, это прям хорошая привычка. Саня, а вот скажи, если бы тенденция была на развитие плохих привычек, какую ты развил бы в себе? Я бы разбил в себе месть. Я бы пошел вниз к соседу и заварил бы его дверь, потому что там троеточие дальше идет. Я весь его плейлист уже послушал за эти 24-25 дней. О, грустяшка. Соседи, это еще дело такое. Это ты еще не знаешь, что я снизу живу. Я помню своих соседей и дискотеки. С 23 часов вечера и до 4 кастрав. Ладно, а мы продолжаем и переходим к рубрике как раз-таки гостей или соседей. За последние три недели развитие удаленной работы и онлайн-проектов стало необходимостью. И это коснулось информационного центра по атомной энергии. Их ежегодный фестиваль науки, кстати, впервые за 5 лет проводится в формате онлайн с 23 по 25 апреля. Подробнее о фестивале нам расскажут наши гости, сотрудники центра Егор Войнишевский и Мария Гущина. Доброе утро, Егор и Мария! Здравствуйте. Всем привет. Егор, скажите слово. Вас не слышно. Привет. Отлично. Егор, вы как руководитель центра, расскажите, как быстро адаптировались к новому формату фестиваля. Сложно было? Ну, фестиваль начнется на самом деле только завтра. По поводу нового формата, скажем следующим образом, большая, огромная команда на сети информационных центров по атомной энергии со всей России работает над этим фестивалем уже более двух недель, наверное, так будет правильно сказать. И естественно, что последние дни мы в таком работаем круглосуточном достаточном режиме. Это очень интересно, это новый для всех нас, для наших коллег по всей стране опыт. И мы надеемся, что получится действительно интересно, здорово, круто, ярко и необычно. У вас, ребята, у вас есть вопросы? Задавайте. Да, 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 да. У меня есть вопрос, Мария. Вам вопрос. Я читал программу фестиваля, и больше всего меня зацепили креативные завтраки и так не уроки, так называемые. Можно поподробнее, что это такое и как это все будет выглядеть? Ну, про неуроки я, конечно же, расскажу, а вот про завтраки может рассказать сам Игорь, потому что он их будет вести. Вот. Неуроки — это такой формат, где дети смогут получить знания, которые им не дают в школе. Например, как, когда ты сдаешь ЕГЭ, добиться высоких результатов. Или как мы получаем знания из археологических находок. Также мы узнаем, почему там небо зеленое, небо голубое, трава зеленая — это будет лекция об оптике. Вот. То есть и все это будет подаваться в таком легком варианте, чтобы дети и так нагружены дистанционным обучением смогли воспринять эту информацию и питать ее максимально в большом объеме. Егор отвечает, ты следующий. С креативными завтраками все достаточно интересно в том направлении, что они открывают фестиваль, открывают каждый день фестиваля. И они начинаются достаточно рано, в 9 часов по московскому времени. И это новый формат, который мы еще не проводили. И по большей части это такой развлекательный больше формат, потому что это утро достаточно бодрое и достаточно интересное, потому что в гости в этот формат приходят интересные люди. То есть завтра мы будем общаться с Дмитрием Победенским, популярилизатором науки, автором канала про физику на ютубе. У меня вопрос про батл популяризаторов науки. Кто примет участие и на какие темы планируется выступление? Там большое количество спикеров, я вам даже сейчас их не назову, и точно из Мурманска будет Евгений Кузнецов, которого мы с вами участвуем на наши мероприятия ИЦАИ. Собственно, сам формат предполагает пятиминутное выступление, и в итоге зрители смогут проголосовать за понравившееся им выступление, и победитель получает звание научный экзорцист или ясновещающий. У нас будет также science vision, научное видение, поэтому ясновещающий, и все оттуда. Ну и, соответственно, мы скучаем по Евровидению, жаль, что не случилось, мы так хотели, чтобы группа Little Big поехала. Вот, поддерживали всячески, ну и решили, в общем, свое научное Евровидение такое замутить. Вот, и, собственно, кроме профессионального жюри, как я уже сказала, зрители смогут проголосовать за то выступление, которое больше всего понравилось. Будут выступать на самые разные темы, поэтому необязательно быть специалистом в какой-то области, чтобы оценить выступление фикера. А что еще ждет гостей фестиваля? Ну, вообще, на сайте мойатом.ру можно посмотреть не только, что ждет фикера, но посмотреть программу всех дней, всех трех дней, в 10, в 11, прям, вот, что-нибудь там все расписано. Кто выступает, с какой лекцией. Мне, например, я больше всего жду лекцию Вячеслава Дубынина про мозг. Вот, она будет, если я не ошибаюсь, по-моему, в 3 часа. Кроме этого, будут и еще суд над супергероями, который мы проводили в прошлом году в Мурманске. Сейчас он будет в рамках фестиваля, мы будем судить Человека-паука. Вот, это тоже все очень интересно. То есть там выступит кандидат физиологии математических, наук и технических. И они обсудят, что из того, что применяет Человек-паук, может быть в реальности, а что вымысел, и чего вообще у него быть не должно, а что, может быть, наоборот, должно быть, но этого нет. Вот так. А в самом деле он не любил Мэри, да? Она меня радует, на мероприятии, и цаи всегда такая очередь выстраиваешься, и не успеваешь записаться. А теперь же места хватит всем, потому что ты сидишь у себя дома на диване. Да, это так. Это позволяет расширить аудиторию, расширить наши форматы на тех городах, где нет и цаи, например. У нас же в 17 городах есть только и цаи, поэтому не все попадают действительно на наши мероприятия. А теперь все, для России, присоединяйтесь. Да, это очень здорово. Я считаю, вы занимаетесь полезным делом, популяризируете науку и толкаете ее в массы, делаете ее доступной. Это действительно классно. Егор, Мария, спасибо вам, что встретили это утро вместе с нами, рассказали о фестивале. Желаю вам успехов, чтобы все получилось и прошло на самом лучшем уровне. Спасибо. И хорошего вам утра. До свидания. Пока-пока. Как горячие пирожки подоспела рубрика именинников. Ваня, кого будем поздравлять? Так, ну, сегодня день рождения отмечает легендарный рестлер Федерации WWE и рэпер и киноактер Джон Сина. Также в этот день, 456 лет назад, родился величайший писатель всех времен и народов Уильям Шекспир. А еще в этот день родился Дуду Бабе. Если кто это, спросите вы, какая разница? Просто давайте поздравим этого человека, ему будет приятно. Тем более, ему исполнилось 99 лет. Немороженый известный! Старичок, держись. Отлично. Мы двигаемся дальше. И дальше у нас жизнь в социальных сетях. Она продолжается и развивается. Саня, что интересного нам расскажешь сегодня? Расскажу сегодня про трех людей. Итак, педагог Нахимовского училища и спортсменка Алина Васинева предлагает простой вариант домашней зарядки. Сначала легкая разминка, затем первую минуту мы приседаем, вторую минуту мы шагаем ладонями до положения планки и обратно, третью минуту приседаем и выпрыгиваем вверх, четвертая минута – это планка на прямых руках и опускание на предплечье, ну и пятая минута – это бёрби. Всё, пятиминутная тренировка, отлично. Театр Российской Армии запустил онлайн-проект «Театр Ублиты». Артисты в процессе приготовления еды читают стихи, прозу, монологии и отрывки из спектакля. Так, например, Артём Каминский вспомнил свою роль Ржевского и процитировал одну из сцен. Остолбенел я, ужасом объят. Представь, мой друг, я встретил, а... сам себя. Не приглашает своё любимое дело и израильская художница Соня Каншербойм. Девушка сидит дома и рисует жизненные картины о том, что сейчас происходит вокруг. Все свои работы она выставляет во дворе, чтобы эту выставку могли видеть её соседи. Естественно, что при этом все соблюдают дистанцию в два метра. Да, отлично, спасибо, Сань. Социальные сети удивляют. Это такая паутина, можно наблюдать за кем угодно. Что ж, наш эфир подходит к концу. Я желаю вам доброго дня и хорошего настроения. Пока-пока! Пока! Субтитры подогнал Игорь Негода Субтитры подогнал Игорь Негода